...девочек после такого количества напряжения и воды. Работал для ручки у наших девочек, чат. Как вы думаете, поддержите Олю и Юлю, чтобы ручки их работали и чтобы они не уставали. Пятюнички полетели со стороны коллектива RUHUB. Это, напоминаю вам, профессиональная киберспортивная студия для освещения турниров. Да, Громов? Хорошо. Слава сказал, что он отдаст Пуджа, точнее заберет Пуджа. И N-Mate пообещал отдать этого Пуджа команде Бустера. Да. Но вот, не знаю, там есть какой-то план Капкана, я предполагаю, что будет минер, если он не будет забанен сейчас. Потому что, насколько мне известно, это была стратегия. Вылетело из головы совсем, хотел Дмитрий у вас спросить, как вам Громов в качестве комментатора коллеги? Ну, пойдет под пивок. Как раз-таки под это мы здесь и собрались. Да-да, все очень четко. Громов, как тебе комментирование? Нормально, но в процессе комментирования забываешь название некоторых шмоток, способностей, ну, потому что у меня не было опыта, в принципе, это произносить постоянно вслух. Потом забываешь, где это что-то комментируешь, короче, влетает Na'Vi. Да, флешбеки, байбеки и так далее. Все прилетает. Не, на самом деле прикольно, динамично, но я не ожидал, что эта игра продлится там практически час. Я думал, что гораздо быстрее все будет. Я так понял, у нас может поменяться формат, да, еще на протяжении? Ну, как Слава говорит, возможно, все это дело закончится и Best of 3, то есть непонятно на самом деле пока. Было бы оптимально, я думаю, сделать Best of 3, если будет ничья у нас 1-1, потому что очевидно, что тогда у нас будет третья решающая карта. Да, было бы идеально, тут согласен. Но драфты, друзья, на вашем экране, и можете, соответственно, комментировать все это дело. Ну, пока еще никого не пикнули. Пана, я даже не вижу особо. И, кстати, первый пик опять... А, нет, первый пик у команды будет. Пан Лина есть, я вижу. И, по-моему, здесь... Да, это здесь. Паджик! Никубович. Течка пошла, Тимрухаб. Они забрали Мьонда течку. Это будет течка. Не, ну хорошо, что это не течка плюс бучка в одном пике. Да, да. И агрищи. Но, опять же, да, нет ни одного фанового матча в этом мире по доте 2 без течки и без бучки. Обязано быть здесь, но посмотрим, чем добавят. Опять же, видимо, для Эша дали агра, он любит агра, это его сигнатурный персонал. Как вы видели, дед любит двухголовых. Гром решил не анализировать. Просто понял, что это не его. Вот такой у вас сегодня коллега. Нам нужен какой-нибудь эксперт сюда по драфтам. Ну, я думаю, что эксперт это вы, Дмитрий. Ну, я один, а может, здесь есть какой-нибудь челик, который... Я могу сказать, что второго взяли Леона. Ого, откуда ты знаешь? Потому что я знаю, что у Леона есть несколько способностей. Одна из них станет, вторая превращать в лягушку, и третья засовывать палец. Куда? Третья это сосать, засовывать палец, это четвертая. Прости, про сосать я совсем забыл. Да, потому что нужно весь комплекс обслуживания. Да, да. Хорошая была? Нет. Извини. Но попытка засчитана. Хорошо. Я, смотри, я буду, значит, говорить персонажей, что я про них знаю, а ты будешь говорить, контрпик это или не контрпик. И каким вообще образом... Я думаю, что самое интересное, наверное, это не герой, а вот нам показывают двойные камеры. Как эта игра называется? Бравл Старс? Нет, нет. Переспал бы, женился бы, убил. Вот, знаешь, типа старая американская игра, где человек видит фотографии и тебе говорит вот то же самое. Ну, давай здесь переформируем, а с кем бы тебе бы хотелось, ну, например, провести хороший вечер, вот этих двух. И дальше по следующим. Конечно же, Эш, жена смотрит мой эфир. Ну, так неинтересно, ты дисбалансишь автоматом. Вот, например, выбор шикарный. Оля, потому что она тоже пьет пиво. Хорошо. Владимир, потому что с Покой я вчера был вместе. Все знают, что инвестиции это реально хороший и надежный способ заработка, если в нем разбираться. Крипто, акции, облигации и многое другое. Именно поэтому я бы хотел вам порекомендовать компанию Avalon. Инвестиционная площадка Avalon как раз обладает командой топовых аналитиков и прогнозистов. Еще одна важная часть их команды это инвесторы. Более 570 тысяч по всему миру уже инвесторы этой компании. Avalon надежен как банк, ведь он берет все риски на себя. Хочешь стать инвестором и не разбираешься в этом, проходи по ссылке в описании и регистрируйся. Зарабатывай вместе с Avalon. Акс, соответственно персонаж, грубо говоря, однокнопочный, который ходит, бьет, ходит, бьет и иногда влетает с ульты. И Тайтхантер, тот самый парень или та самая селедка, да? А нет, Слардар это селедка. Да, да, да. А Тайтхантер это у нас арбуз, или как-то так его называют. Вот, замечательно. Сурепристый. Да, и он, соответственно, вот этот вот парень дает какой-то массовый стан. Он там может в определенной области застанить огромное количество людей. И под этот стан может влететь кто? А, вот еще. Ну, кто-нибудь. А мы это сейчас узнаем попозже, кто в него влетит. Я хотел бы заметить, что сейчас, в отличие от первой катки, у команды стримеров есть, наконец-таки, много контроля. Это и хиксы, это и станы, и АОЕ станы. То есть, ну, действительно, всего хватает. Вопрос теперь в том, кто под этот пик будет залетать. То есть, условный Свен может влететь, почему бы и нет. Потому что, в принципе, ну, Свен, опять же, если Юль дадут там 20-25 минут нормального фарма, в чем я, на самом деле, немножко сомневаюсь, потому что пик довольно сноубольный у команды Руха, потому что, да, там сейчас АКС получит условный даггер и Блэдмейл себе первый, они пойдут сразу же искать цели, но это все-таки Джаггернаут. Кстати, Джаггернаут, если под Рабагу попадает, он действительно может раскрутиться очень неплохо, тем более с новым Аганимом, да, который дает ему еще дополнительные прыжки. То есть, там действительно может что-то неплохое получиться. Но если в Соляру проиграет старт команда Славы, стримеров, то я думаю, что вернуться из этой игры будет довольно тяжело, потому что доберется до первого Аганима Герокоптер, там начнутся проблемы, опять же, да, это и Оверфарм пойдет. Согласен, Дмитрий? Невероятный совершенно анализ пошел от Грома. Мне кажется, он все это время, вот пока ходил, отдыхал, просто копил мана на весь анализ, который есть. Нет, в целом, просто, очевидно, анализировать все реально неплохо по балансу раздрафтера Слава. То есть, это не выглядит как фановый шоу-матч сейчас? Сейчас я тебе скажу, что уже все очень серьезно, не считая бучки и течки, а так в целом окей. И это Лондруид, походу, для господина Лайт оф Хевена. Лост является одним из самых старейших Лондруидов на планете Земля. Это его сигнатурный персонаж, и, судя по всему, он будет на нем что-то показывать. Лондруид, он, по-моему, превращается, нет? Он сам превращается в медведя, у него есть собственный медведь, это по факту самонер. Герой сейчас неметовый, но в руках у Ласта он смертоносен. Очевидно, что интересно, что он будет стоять против тоже неметового Сайленсера. У Сала прикольно то, что он может делать так, чтобы ты тупел с каждой минутой, потому что он с каждым убийством высасывает из тебя интеллект. Две единицы же, да, по-моему? Две единицы интеллекта. Таким образом, вся команда противника, а именно рухабовцы, будут тупеть с каждой минутой. Ну что, друзья, вы увидели пики и баны, вы увидели, на ком будут играть наши, соответственно, замечательные стримеры. Кто кому принадлежит из персонажей, вы сейчас узнаете. Мы немножечко, как любим, с вами замолкаем, троеточие в чате, и совсем скоро переходим к игре. И снова, дорогие друзья, въезжаем. У меня почему-то нет экрана, но это не так важно сейчас, пофиксим. И, опять же, предыдущая карта показала то, что некоторые из наших стариков просто не могут кончить. Наконец-таки 53 минуты им понадобилось, или 55, или 59, около того. Но в этот раз пикнули лоундруида. И, как сказал Lost в перерыве маленьком, Crystal Maze скажет мне спасибо. Спасибо. Вот. Я, вообще-то, обожаю его лоундруида, он, правда, хороший. Так что, наверняка, будет очень интересно посмотреть. Да, ну что же, давайте смотреть. Еще раз чат вам здравствуйте. Доброго вам вечера, или, точнее, уже даже ночи по московскому времени. Ну и надеемся, что в этом противостоянии команда Booster покажет. Действительно, знатное такое сопротивление. Ну и Минер сразу же берет себе взрыв первым. Спеллом никаких мин здесь не будет. Ну и сразу же агрессия. Агрессия будет со стороны команды Рхаба. Сразу же Мелштор вместе... А? Это Керри Акс. Ты посмотри на это. А почему нет? Ну и к тому, что это мета последнего мажора. А что касается инмейта, он играет на четверке гирокоптера, или тройке гирокоптера, да. Такой вот план. То есть не будет, на самом деле, цельнометаллического здорового жирнича, которое будет именно собираться в танка, потому что Керри ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, пошел от джемочек красиво, красиво. Хьюли издала такой крик «Ау». Да, ну больно, на самом деле. Очень много дэмэджа наносит этот спелл. По-моему, что джиггернаут, что течка, имеют два самых топовых по дэмэджу спела в самом начале игры. Блэйд Фьюри, да, ты имеешь в виду? Блэйд Фьюри, да, и, соответственно, Бласт-Офф. И Бласт-Офф наносит его мгновенно вместе с Сайлансом, а крутилка, соответственно, постепенно. Джиггернаута. Пауза у нас откуда-то появилась, показывает нам всех замечательных киберспортсменов. Киберкотлета здесь, троечка в счет. Четверочка, кто не киберкотлета, а киберстальцо. Так, ну что, возобновляется игра? Поку, Поку, далее Тайдар. Арбузик. Да, это покатает. Не, Арбузик Нор, в принципе, кнопок немного, самую главную. Единственную кнопку нужно нажать просто в правильный тайминг, но и здесь, на самом деле, уже от ласта. Этот лоундруид будет, конечно, очень много нервов отнимать у Йонда, но Йонг, в принципе, товарищ опытный, поэтому здесь, да, действительно, команда Рухаба во многом может терять интеллект. Так, ну и здесь джем пока что с Фрактоской размениваются тычками. В Фрактоске, конечно, с Йоранжой чуть-чуть, наверное, даже не так комфортно. У Течица самая большая рейнджа в игре, а вторая по рейнджу на Эталина. Но, с другой стороны, урон меньше. Ну, ты закупаешься просто фариками, видишь, джем очень опытный, видимо, на Течице, или у него какой-то свой собственный плейстайл. Я не смотрел Травомана. Да, но по факту ты можешь закупить, ну, опять же, именно на подобных матчах, где у тебя фан чистой воды, ты закупаешь теперь шесть фариков и наслажаешься жизнью, потому что ты постоянно веселишься на онлайне. Откуда спонсорская программа? Дайте мне тоже потом, пожалуйста, еще, если есть. Вот, тем временем, да, я про чай, который заварили, тем временем Покещ отдал ФБшку, причем мы понимаем, что Паша ничем в такой ситуации не может помочь, этот герой сугубо атакующий. Ну и если он стоит в позиционке, может, конечно, тебя подкукать под тавер, собственно, для того, чтобы подсевить, но это в такой позиции было невозможно. Слушай, на самом деле, тут могут быть проблемы, да, потому что и ракетка запускается в Фруктозу, и Фруктозка здесь умрет. Да, ракета летит. Кстати, АБ Овл не раскрутилась или что? Нам сейчас, я думаю, покажут. Юль, Юль, надо было вкрутиться, на самом деле, по-хорошему. Юлька могла здесь сделать даблкил, да, у нее нет ботинка, поэтому у нее не такой высокий муфспид, но на самом деле это могло сработать очень хорошо. Да, стартовая УМС у Джаггера, к сожалению, не самая высокая в игре, поэтому... Ну, опять у нас женский лайн проигрывать, к сожалению, я очень хочу посмотреть на Эдиминатсу. Ну, тоже Витлэйс, на самом деле, можно на Джаггера даже тоже купить себе вначале, чтобы использовать хоть как-то. Ну, опять же, да, 250, витлэйс, некуда потом грейдить, тебе, ты можешь его собирать на корах, но уже после ботинка тебе нужен фейзич быстрый, потому что фейзич быстрый решает полностью лайн, выгоняет практически любого хардрейнера, если там второй саппорт слабый, а здесь второй саппорт слабый. А там же еще и таланты есть дальше потом на это Блэйдфьюри, поэтому, в принципе, да. Ну, это такое, там уже посмотреть можно, как идти, обычно эти штаты собираются джемы. Оп, да, вот этот урон, конечно, не самый приятный. Джем здесь, конечно, будет всячески вот эту часть леса зонить от фруктозки, поэтому фруктозки придется держаться определенного угла, если не хочет терять хп здесь. Ну, а как чувствует себя лондруид? В принципе, ровненько стоят, 1.6 и 1.12, да, подынаем немножко выше. Тут вся проблема в том, что Сайленсер никуда не сможет уходить гангать, потому что как только он будет уходить, сразу штавор будет падать, да, потому что у лондруида нереальный пуш-потенциал, тем временем Майл вместе с... Я думаю, тут очень контактная линия, 4 милишника — это редкость для современной доты на одном лайне. И причем в этом милишном замесе выигрывает, очевидно, Акс, потому что он обожает, когда они с ним стоят, и он, соответственно, постоянно крутится. Напомню, что Акс крутится от того, что бьют по нему. И таким образом он возвращает очень большой объем урона на лайне. Юля, тем временем, продолжает фрифармить, у нее все просто замечательно, она в кайфе, в тотальном. Намного даже лучше себя чувствует в сравнении с предыдущей игрой, где у нее на Найксе Фуктоска постоянно фидела на аппарате, и линия была очень нестабильной. Вот, что касается, кстати, отвода... Ой, как шикольно! Как шикольно надо отойти, фарик есть. Надеюсь, что у Леона еще и припасен в салва. Да, на линии, конечно, хилл необходим. Все-таки, да, в турбо-режиме это, конечно, куда быстрее все решается. Так, ну и давайте посмотрим, что по распределениям сил от наших друзей из Бэтбум на это противостояние. 3.6 на Славу Бустера, 1.24 на команду Рухабу, и здесь, на самом деле, Пок страдает вместе со Славой. Да, немножко прохарасил здесь Мэлл Шторм своих соперников. Накидывает еще и горелку сверху, поэтому... Ну, вот эта линия Огр плюс Акс, две горелки вкупе, это, конечно, очень больно. Периодический урон, залетает невероятно сильно. Она хороша, в смысле, она плохо работает, только есть против вас условный Меномальсер. Это шикарный фиг против подобных Минишников, где вообще ничего сделать не могут. Постоянно получают дэмэдж периодически, и по регену там даже близко не стоит. Это не викс какой-нибудь, да, который там быстро регенится с вашим регеном? Ну, викс вообще кусок, к сожалению, с точки зрения лайна. Но в целом, да, согласен, он реально хорошая реген. Так, а что там у Юлии? Потому что Юлии надо добраться до фейзов максимально быстро, тогда она сможет агрессивно играть вместе с Сиона, потому что через подкоп они забирают, они могут забрать, вот прям сейчас. Так, пошел, пошел пендрарка джема. Ему нужно было сделать, оп, 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 оп. Но я о том, что он мог сдать бастов на лоу хп, для того, чтобы, соответственно, взорваться совершенно спокойно, заденать самого себя, и таким образом уже выйти. Ой-ой-ой. Причем он может... Ой-ой-ой, фруктоска! Изи, изи. Калькулийтед. Это было круто. На самом деле вижен стоит, и ты понимаешь, что он спалил свой вижен, и таким образом он сейчас еще и отдаст вард, это измин... она, точнее. Вот, это из минусов. Но с другой стороны тип обязательный, и ответный тип сразу же для джема. Так. Так, но здесь на самом деле за счет, вот опять же, да, довольно больных глейвов, Сайленцер очень сильно прогоняет немного, знаешь, вот так от крипов периодически именно лондруиды, хотя, да, врожденный армор у лондруиды тоже неплохой, поэтому чувствует себя с медведем в паре комфорт, но и сл... Ой-ой-ой. Причем рот берет в два, хук в один. Это правильный портфор. Думаешь? Да, стоп, это да. Но все-таки стартовый урон, как мне кажется, в начале игры... Не-не-не-не, рот на линии супер важен. Тем временем пошел по лосту, контроль здесь и фокус. Хороший хук был, но должен... А, да, в принципе, да. Рыка не должно быть к этому моменту. А он сейчас убрет сам. Да, но самое главное то, что лоски сейчас получит Сайленцер. Да, он получает его через ластворд и таким образом еще и забирает СБНТУ, да. Это накопительный эффект, друзья, напоминает пенсию. Вот, только для юнда она, наверное, не так сильно важна. Не в том возрасте, он еще, чтобы об этом задумываться. Так, ну что же, смотрим. Здесь периодически мины издают сигнал. Всячески отгоняя вражеских героев. Чтобы сюда не подходили. Да, ну, конечно, джем здесь неприятно. Да, снимает все-таки вижн, фруктозка стат. И его начинают любить. А вот теперь, а вот теперь, ну, на самом деле он заденается. Властов, властов на лох и п, властов можно нажать еще. Джемич в порядке будет точно, надо задолжить. Не получилось, что фруктоза, потому что у нее нету, соответственно, у спида нормального. Бегает медленно. Эш, красава. Уничтожил Куриера, по-моему, без шмоток внутри. Так, 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 фруктозка пытается уйти. Но ее, походу, добьют здесь. Но по щам нет. Нет, 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 бежать. Ну, мне кажется, на самом деле, здесь инмейт не стал даже добивать, потому что Rocket Barrage было бессмысленно здесь подключать, потому что по крипам бы все вылетело, а по герою бы ничего не прошло. Намного более балансное начало, на самом деле. Такое ощущение, что Тима Бустер научилась играть Доту за сколько, 10 минут перерыва? Ну, на самом деле, все равно, мы понимаем, что, да, полностью нижняя линия выиграна командой Рухаба, а вот на верхней как раз-таки чуть больше... На нижней у нас Чивит Пок. Ему сейчас отдадут спейс, и он зафармит. А вот, кстати, посмотри, еще этап для Йондо, он очень скоро, на самом деле, вот на таком стартовом тайминге будет наваливать с Глэйвов очень-очень больно. Ого, под станом, рядом доска, надо под Сэйвейболу, успевает крутиться, и под Кот сверху джем таверну, просто в помоечку отправлено. Один грипп до шестого, один грипп до шестого у нее появляется, в общем, можно выйти, можно выйти на Эйшо, пробить. На самом деле, там много армора, у Аграун неприятный в этом вопросе герой, но хватит, хватит дамаги, если еще проходить... Можно, можно нажать, можно нажать, прямо сейчас, умни слушать, что там лес, там лес, 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 и полетело! Жрать! Пошел прокатышко, прокатышко нажать! Блэйд Фьюри, убегает Юлия, пытается уйти, но не отпустит. А ну прилетает! Хеллингвард, Хеллингвард, поставить под себя, хорошо! У-у-у, жесть! Слава, Сава, 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 нужен хуб, куда? Боже, как больно, это просто Соливарня, минус раз! Куда, блядь, ну что это такое? Минус два, это минус три, сейчас должно будет, но прилетает сюда Сайленсер, начинает воровать интеллект, но погибает Фруктозка, наваливает опять же Йонда, это минус два в его исполнении, и Килинсфри, слушай, в шесть и три уже! Что это за трэш? Какой Килинсфри? Что я сейчас смотрел вообще? Нет, на самом деле, крутейшая драка, и лоудроид от ласта по классике просто. Чувак, я пришел играть в шоу-матч, там какая-то заруба, Я слышал, надо ломать вышки, там можно убить вышку. Нет, на самом деле, суперкрасивые моменты, хук летел ровно между всеми, влетает импейл по двоим, там можно на развороте, хилингвард ставится, все мансуют налево-направо, руководцы просто там замасили, все, что только было. Очень крутая драка, реплой, конечно же, надо пересмотреть, вы просто посмотрите на эту жесть, типа, омнислэш практически оптимальный, но там приходит гирокоптер, приходит, да, помогает. Последняя тычочка, причем, засела. Кстати, на самом деле, последним бы, ну, тиком она бы тоже не добила его, а вот потом бы дал бы критический урон с руки, тогда бы, тогда бы убила. Так, у нас погибает лоудроид, и это слава Бебру, я так понимаю, это в паре, наверное, все-таки с сайленсером было сделано. Да, с сайленсером они забрали, потому что у Пуджа не хватит демеджа. Конечно, конечно. А там уже, на самом деле, 8 инты у Йонда, а это, на самом деле, 10-ая минута. А, нет, да, 8, да, все правильно, 10-ая минута, 8 инты, это очень-очень больно. 107 белого урона, плюс добавляем это к Глэйвам, это действительно такой... Опа, хуйкеский! Жесткий-жесткий урон. Пошел в поки седьмой, у него есть Равага, можно нажать в целом, почему бы и нет. Вопрос в том, что они заберут гирчи под эту Равагу, да, они могут это сделать. Пусть Роке погибнет, это всего лишь Пуджара, это саппорт, и дальше хорошая инта пролетела, да, у нас для сайленсера. Опять же, мы видим то, что Йонд везде, Йонд постоянно везде, он гонгает толп, он гонгает Боттам, он помогает там и тут. Фрактоска, в чем приехала, мне кажется, она здесь только время потеряет. Понимаешь, еще в чем проблема для сайлендера, для сайлендера сейчас будет... Ты же такая же поймать! И Пэйл сюда, сюда, домашнего! Деда начинает месить, Майл вступается за своего деда, поехала дальше. Подрубка, у Поки нет ультимейта, он отходит, правильно все делает. Пошел месяц просто. Ну да, да, там глоевые, это чистый дэмэдж, друзья, причем этот дэмэдж скейлится, но плохо, ну все-таки сгорел, да, там горелка плюс горелка. Так вот, я хочу сказать, что сейчас, как только у сайлендера появится Вичблейд, это прям моментальная погибель для любого абсолютно героя. Командру Хамсу, здесь пока что Эш страдает. Мяч сверху, надо больше дамаги от славы, слава дожарил, неплохо, пришел еще и Йондач. Гейгер очень понимает, что здесь надо просто тапки давать, сваливает под вышку, очень ему больно, регенится при помощи бутылочки. Все хорошо, в кайф, в кайф. И дальше надо подбушивать, есть следская тапульта, можно под нее снести тир-1 вышку. Ну, тавер дэмэдж довольно слабый у команды бустер, да, Йонг будет наваливать. Ну, а мы давайте посмотрим, дорогие друзья, коэффициент от наших друзей из Бэтбум, которые прямо сейчас свидетельствуют о расположении сил на карте. 2.7 уже на команду бустера и 1.4 на команду хаба. Так, интересно, промах от славы Хуком. Ну и в ответ ракетка прилетает от инмейта на гирокоптере. Ну, 7-й левел, на самом деле, здесь у Акса уже имеется вангвард, поэтому физический урон ему здесь не особо страшен. И плюс колечко, которое входит в комплектацию этого вангварда, оно также давит тебе дополнительный реген. По здоровью, поэтому танчить ему всегда здесь приятно. Нужно добираться, конечно же, в первую очередь еще и до блинка, который позволит выиграть позиционные файты и как раз-таки влетать грамотно. Аксу, команду хаба. Ну, а здесь вот Йонду добирается. Да, до Вичблейды и следующий артефакт, я думаю, это какой-нибудь форставчик будет или что-нибудь такое. Форстав действительно неплохо спасает против того же Акса. Да, это правда, очень полезно было бы. Коу пошел у нас на Йонда, и он очень-очень сладкая цель, он опять же очень тонкий, все еще герой, хоть и с большим количеством дэмэджа. Классическая хрустальная пушка, из-за него дают 452 голды, убивая также еще и Джиггернаута, это была Юля. Я думаю, что ее подорвали еще дополнительно, там несколько зеленых бомб у нас стояла от джема. Ну и теперь Джиггернауту стоит подумать вообще, где он может находиться для того, чтобы дальше фармить. Я думаю, что ему стоит прийти на треугольник. Но тем временем Властевич начинает забирать топ-вышку. Опять же, у Медвежонка дополнительный дэмэдж против рам, друзья, и плюс у него еще и Медаш, что дает ему скорость атаки. А на мете время подзарубка против Славы. У него все еще нет шестого левела, ему бы книжку бы отдать. Но здесь Слава умрет от ракеты. Да, он умрет, догорит при помощи второго спала Аутакса. Пошел контроль у нас на Сала. Сала немножечко здесь подставился. С другой стороны, у Поки есть ультимейт, и от него хотелось бы сейчас под смоком сыграть. А у Поки да. А у Фруктовского есть смог, нет? Не нажмется? По-моему, нет. А можно включить там на Фруктовскую? Так, не, можно просто у героя было бы кликать, было бы быстрее. Ну а так по шмоткам, да, мы видим, что пока три нейтральные шмотки у Радиент, у Дайр две нейтральные шмотки. Ну причем для Саленсер действительно очень-очень неплохая метелочка, которая позволяет тебе вносить чуть больше урона и на чуть более, так скажем, длительной дистанции. Ну и вот наваливает, слушай, какие куски от Агра отрываются. Несмотря на то, что врожденный арморт для Агра действительно большой. Сколько там, восемь, по-моему, или семь единиц. Да, да, да. Семь. Ну так это же чистый урон. Чистый урон, да, в принципе, это не особо. Бать воровать Агра. На самом деле прикол-то в том, что Агра и правда вот довольно-таки тупой герой с точки зрения. Опа! С точки зрения количества интеллекта у него. Хук шикарный. У нас он файл же влетает. И бустеренку пытается ли до конца. Он продал себя заради команды для того, чтобы палец все-таки влетел от Фруктовсы. И дальше Равака с точной от Поки. Но надо пробить как-то Майло. Майло очень-очень жирный, очень-очень плотный, но чистый урон. И вверх тут Джем! Как красиво влетает контратака от Бауул. Крутяшка пошла налево-направо. Прилетает даже Эрдет Стан по Поке. Приходит сюда еще и Медвежонен. Он закусывает Покой. Закусывает селедкой. И Бауул вознуждено будет отойти, по-моему. Или еще есть ультимейт из позитива. Но с другой стороны, самое ужасное, что они забрали акции. А что Мишка собирать? Можно ли нам на Мишка переключиться? Что именно на своего персонажа он собирает? Не, ага, Мидас. А дальше там уже что-то летит. Это не Дозоль, надеюсь? Потому что если Дозоль, то это слишком быстро. Товара будут падать. Нет, а гони... Подожди. Второй Мидас? Что? Да, да. Это Агро... А, это Мондроидовый второй Мидас? Да. Это нормально, да? Окей. Я думал, там уже Дозоль на самом деле прилетела. Это уже просто наропор. Да, это то, о чем Лос говорил. Денег много не бывает? Нет, из формата Кристалл мне скажется. Спасибо. Я думал, что он про то, что он быстро спушит товара, а он про то, что он купит себе два Мидаса. Ну, потому что... Ну, Мидаса много не бывает. Это правда. Так, ну что? Полетел заряд в Поку. Но он, кстати, довольно быстро может его пережить. Пассивка. Тайтхантер позволяет это делать. Как это правильно называть? Диспелиться? Да. Так, ну и здесь Майл Шторм. Кстати, берет себе мату. Заметил, да, что современная мета, в принципе, такие нормы и дикует, да? Если ты хардленер, то тебе надо думать о блинке. А потом на Манте, если не надо. Кроме этого, в 20-й минуте нужно будет купить Шард. И таким образом, Манта Шард дает тебе нереальный объем дамаги. И самое ужасное, что в случае с Тимбустер, эта Манта здесь хорошо заходит и против Сайленсера, и против Джаггернаута, потому что, соответственно, есть Омнислэш, есть много Сайленса. Его надо снимать. Ой-ой-ой, кажется, приплыл. Надо пустеренко хавать, он хавает. Но тут, опять же, хоть и довольно жирный Майл, но мы понимаем, насколько много на Фижина сейчас для Йонда. У него уже очень много интеллекта, и это опаснейший совершенно Сайленсер. Там еще 600 монет нужно Оле Фруктозке для того, чтобы закупить себе блинк, и тогда инициация действительно будет чуть проще. Ну и, конечно же, в первую очередь, блинк нужен именно Тайдхантеру, которому мог бы выиграть позиционный файл для своей команды. Видимо, с вами что блинков нет у команды Рухаба, то есть, да, в теории это мог быть Акс, но, как мы уже только что обговорили этот момент, что все-таки это на керри, Монта здесь, тем более против такого пика стримеров, выглядит наиболее предпочтительным выбором, но боевал, конечно же, довольно жестко. Ну, как, жестко. Стандарт, Нарназа ивейт, этот ракет, хотя можно и получить от нее урон, не тратить Блейд Фьюри сейчас. И падает еще одна. Вышка, правда, уже на стороне команды Рухаб. Джемычу, конечно, надо взять уроки у Травомана, честно говоря. Потому что, я думаю, если бы этот матч смотрел Травоман, он бы очень сильно удивился от того, как конкретно выбирать споты у нас Джем, но это его личное дело. Возможно, это авторский геймплей от Отечества. Трочка в чат, если вы со мной согласны, четверочка, если не стоит ему брать. Кстати, еще один метан будет сейчас, довольно скором команды Рухаба, это Эш. Ну, на игре, на самом деле, это мастхэп. Ну, не мастхэп, это начинки. Ну, именно в паблике, в паблике это более чем. Всегда приятно, деньги есть, есть варды, есть какие-то шмотки неплохие, так, ну и здесь Рокет Бараш пока откидывается. Нет, не Бараш. У Металу вышки очень мало осталось, на самом деле. Прощение. И это флагканон, но не суть важна. Это флагканон, да. Важно другое. Вышка Аладдом дышит, и команда бустера, как раз-таки, отдастся, сейчас контролирует эту часть карты, для того, чтобы постоянно, если, ну, если кто-то зайдет, то за действие этой вышки хотя бы получить какие-то плюсы. Причем Байовл пошла через сугубо дживилин без Майла, что довольно своеобразное решение. И пошла сразу в Дяшу. Я так понимаю, что дальше пойдет Манта или Санжа. Ну и ждем. 4000 всего лишь перефарма, пошел подхавач, подхавач плотный. А Гричи погиб, бустер доволен, конечно же. Кстати, Тауэр не динает пока что. Команда бустера, видимо, хотят как-то развести, знаешь, на Глиф. Да-да-да, чтобы Глиф проражать вовремя и подраться под этим Тауэром. Тем более, что есть Таравага. И 18 интеллекта, уже, которого никто не отберет у Сайленсера. Вот такая вот ультимативно полетела на отпушку. Ой, как это было больно! Про джем. Про джема. Красиво, красиво сыграна. Экспложен, да, и Хастул заберет себе Йонт, но вряд ли на кого-то он полетит и инициировать. Да, буквально, 800 кп у него, плюс 300. Слушай, на самом деле, Поки вообще не завидует. То есть у него предыдущая катка 23 или 24 смерти в этой катке. Все вроде не так плохо, но потом ты взрываешься на минах. А, ну, вы понимаете, это одна из самых обидных смертей в доте, когда ты просто идешь, и тебя подрывает. Ну, ничего страшного. Знаешь, мне кажется, еще никого не хватает в команду Руха, чтобы еще один Медас купить, еще не даже два. Арквард, ну, ты бываешь один. Да-да-да, Арквард, да. Да, просто пять Медасов могло бы быть на Ка. Ну, в теории, даже семь, если бы все купили Бумедасов. Но мы с вами видим, что джем сразу же пушит Аганим. В принципе, это неплохой выбор. Ну, и мин очень-очень много уже. На карте появляется центральный коридор, в принципе, да. Весь лес там немножко под Т1, под Варжин. Ну, и такой лейнвард. Нужен геймплан выход от Эша. Здесь его видят, здесь его можно пререзать было бы. Полявный фраг, особенно если взять то, что Бастеренко не далеко. У него есть фук, но позиционка не лучшая, честно говоря. Нужен Блинк. А, Блинк есть у Бустера. Что-то он зря не использовал, возможно, только приехал к нему. Не знаю. Пока тоже с Блинком, кстати. Хотя вот в его случае уже можно было бы забить и пойти в Ауры. Ну да. Какой-нибудь Пайп, Грифсы, что-нибудь такое. Пайп здесь точно нужен, он очень много дамеджа магического. Это правда. Можно пойти в Грифсы, можно пойти по что-нибудь еще прикольное, интересное. Соларник какой-нибудь собрали на Джиггернаут, например. При желании, опять же, дают вижен. Риттос, молодец. Убивает мили. Три мины здесь в угол. В принципе, этого хотел бы, чтобы убить кого-нибудь садар. Может быть. Там-то еще надо капли просносить, а тогда все с тобой будет такое. Капли не носишь против менюра, значит ты... Значит ты не живешь так качать. Значит ты в тиме бустера. Так, и, кстати, здесь боевал, но все-таки пока что не принимает решение. Завязывай в Клейдфьюри. Получает на периодический урон. Да, есть у нее и Хиленвард, поэтому, в принципе, его можно сейчас активировать. Да, там, конечно, вот этот урон от Агра вообще неприятный. Да, и юзайцы сразу же этот вард сейчас сломают. Плюс 75 голды, ну и под хил нужен был. Марбит маски нет, поэтому придется салву нести какую-нибудь. Ну и пока, смотри, у нас довольно спокойный плейстайл. Хотя 15-13 по фрагам. Вроде как били били друг друга, теперь они минуты 2-3, наверное, ничего не делают. Хотя появились блинки на важнейших героях у Тимбустера. То есть можно спокойно смакануться, пойти инициировать. У тебя есть позиционка хорошая. То есть самое главное, что тебе нужно сделать, это просто позиционочку. Врубить здесь по полной, и вот оно пошло, поехало. Нужно кого-то... Можно просто схавать, да, просто схавать. Без фуков, все будет окей, все сделано грамотно тем временем. Что? Что, Покеш, куда? Пока, ну ты слышал его негодовать? Аэш ведет, Аэш ведет на мины. Стой, 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 стой! Так, это минус 2. Минус 2 от Дайр. И на самом деле можно даже чуть больше пропушить ботом лейн, чтобы, да, до Т2 довести все это дело, немножко его подхарасить. Как-то переключиться потом на Т1 сверху и забрав Т1 сверху. И на центре вы можете спокойно уже, использовав до ворды, идти на Рошан. Пока сами команда Рухапа этого не сделала. Лех, как думаешь, Рошан нужен сейчас? Лех говорит, определенно. Так, ну мы видим то, что все еще нет БКБшек у Тимбустер. В принципе, Овал и не надо, очевидно. Она играет на Джаггере, остальным, соответственно, лучше, чем другим заниматься. И как раз таки вот Силенсер нужна БКБшка, потому что здесь слишком много демиджа, он просто может не выжить. С другой стороны, если он пойдет в БКБ, то он там может хватить. Что ж, 15-15 хоть и ровный счет, но мы видим то, что Лондурит перепармливает всю вообще планету Земля, потому что у Ласта 2 видаса. Надо еще, не знаю, какого-нибудь Роба себе, чтобы он носил еще один, не даст? Так, ну что, пора на вышке налегать. Команда? Подлегать. И так тоже можно. Йонт, знаешь, вот я не знаю, во мне живет постоянный перфекционист, я вижу у Йонт там одну пятую постоянной маны, мне всегда хочется, чтобы он принял себе кларь. Так, 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 пусть Сиренка охутецкий, можно выдать. Зачем же ты убираешь от Джиггернаута-то героя? Ну шо ж ты делаешь? Этот смех бесценен. Такой зловещий. И такой довольный бустер. Так, ну и... Ооо, под инвизабилити. Может, а сейчас Поке взорвется просто на минах там где-то. Одна треть столба, до свидания. Сразу же Фруктоска говорит, ладно, сейчас снимем варды и сэнтри, раздевардили. Но время Поке кушают всех. Тут у него есть инвиз, это все красиво. ФОКОПИКИ! ФОКОПИКИ! Хорошо, что была руна инвиза и Джем не скоординировался. Чё, чё... Где произошло это? Где мои мины? Почему мои тиммейты, в смысле почему мои коллеги кричат про мину? Я играю миняуером, они палят мне на всю хату. Так, это Рошан. И под смачками проходит команда пустера. Но слушай, это все равно опасно, потому что можно прожать сейчас скан. А нет, они идут, они идут на ласта! Ласт БКП! Как же красивый эфир, друзья, называется. Причем самое странное, что можно нажимать двух героев этот спелл. Кулдаун пошел по двоим моденмейтам. Надо найти кого-нибудь. Саху Кари хорошечно! Пошла жрачка сверху, джемыч, что он не успеет вас ловнуться! В те время еще и подцепили здесь нахуровожечку сверху! По двоим развал кабинетов! Минус эш! Какая жара пошла ровная! А там Бока догорит скорее всего, да? Нет, Бокиш по ряде, Бокиш на чулак! И джаггернаут, где он умер? Майлз Шторм убил здесь Овал, Юлька погибла. Ну, опять же, да, это соло-фраг. Очень-очень полезно, правда, для Майла. Тавр на миде падает, бустеры компании его тоже скушали. И, в принципе, можно будет еще взмутить через кулдаун реведжа какой-то еще один вулф. Дизолятор, тем временем, появился у нас, Оландруида, у Ластевича. Так, а у нас, дорогие друзья, давайте посмотрим коэффициенты. Да, наши друзья из Бэтбум прямо сейчас на противостоянии на второй карте этого замечательного матча. 3-2 на команду стримеров и 1-3 на команду Руха. Вот это, ну, пока больше походит на правду, несмотря на то, что счет, да, в пользу команды бустера, но все-таки по Галди мы видим преимущество у команды Руха за счет забранных товаров, как раз таки. Ну, и Мидасы. Мидасы, конечно же, делают свое грязное дело. Это, кстати, довольно сильный шарг сейчас на Коре. Когда ты набрал так много интеллекта, мы видим, что он дополнительно 42, это написано над его скиллами. А, это бёрдс дэмэдж такой, да, уже? Ну, по факту, типа, это Глэйвы Луны. Ну, потому что, на самом деле, у Сайленсера тоже Глэйвы, и потом долго думали-думали, придумали, что же на Шарде будет такая тема. И это круто, это реально рабочая штука, если ты керри, особенно если ты... А у неё рань большой вот этих Глэйвов или нужно прямо в Коре стоять? Ну... Ну, меньше, чем у Луны, да? Наверное, поменьше, честно говоря, я не особо тестил. Не то чтобы кто-то играет на керри в Сайленсере в этом мире, и вообще никто не играет на Сайленсере. Ты не герой в данный момент, с точки зрения мета. Сейчас это такой the most pickable... Да-да-да. Всё, почему? Кстати, Покетч, перенеси, пожалуйста, вместо ветки колечко. Колечко тебе... А, ну всё, всё, автоматически всё сделал. Ты не шаришь. Худетский есть. Так, ну, слушай. Здесь пока и Майл Шторм чувствует себя довольно комфортно. О-о-оп, сюда. Завор закрил. Да, это больно. Да, это больно. Ну, пока не выживет сорока. Салла, на самом деле, было не совсем к месту, как мне показалось. А, пофигу. Ну, КД довольно большой, по-моему, там сколько, 90 или 100 секунд. В Робаге всё равно нету. Никакой разницы. Ну, тут у Робаги нет 40 секунд, а тут 100. Нет. Глобла. То есть, это ещё минута сверху, без файта. Нажали и нажали. Смог. Контр-атака у нас от бустера. Ну, они соперников видят, очевидно, да, подкрепаем. Да, мы понимаем, да, всё окей. И сейчас будет больно. Ну, они сейчас пятёрку найдут, а там ещё Акс рядом. Вау, бустер! Можно выйти, можно сыграть. Вот мы видим то, что мат уже появился у Майла и иллюзии. Акса очень сильно убивают. Слушай, а вот шутки шутками, а действительно у Славы с Хуками всё в порядке в этом матче. Ну да. И действительно, а можно на Агранном переключиться? Сколько у него интеллекта? У Агран 339 маны, у него 68. Да, похуй на игру просто. У тебя нет интеллекта, это ничего не может сделать. Я тебе говорю, в какой-то момент, в какой-то реальный момент, он просто не сможет нажимать ни одной кнопки. Просто что за герой будет прекрасно? Овал, живи! Овал, живи! Вард живет! Равагу езает Пока, но здесь не убить Акса вообще никак. А продолжение, давайте сюда его. Фир потрачен, кстати. Можно влететь от бустера, там КД блинка еще секунд 10, наверное. Пошли бомбочки, пошли бомбочки, повзрывают. Хукетский, что ты делаешь? Куда ты? Ультимейт сверху дать, по поджему, нормально, дали. Зарядили палец, это приятно. Зарядка пошла, кулдаун сверху, можно по четверым дать. Кулдаун летит, огни слэш сверху, по Иулу. Не посмотрел по Ул. Хукетский, Ак, поднимет пол! Какое стримеца! Ак замирает, нужно дальше, путица вперед, вперед, атаковать тимбустера. Так, а здесь Дев, 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 Стоит. Смотри, как накидывают. Да, накидывают и ему накидывают, в этом вся проблема. Вот, а под станом просто сожрали. Лоу-хупешный медвежонок. Овал, без ультимейта. Надо уйти, надо уйти. Тайт, тайт жить. Чистота, чистота. Да, здесь пока никуда не уйдет. Слушай, ну плюс 300 за медведев хоть что-то перевызывает медведя сейчас в очередной раз Ластевич. Диспелит себя Руццем, но это было ненадолго. А можно еще раз на Агра включить? Потому что, опять же, да, Агра, по-моему, убили. Тут 32 инты, я приношу свои извинения. Немножко ошибся, не туда посмотрел. Там 68 у него силы было. Сейчас чуть побольше, 32 инты у него, потому что... Я прошу прощения, ребята, у меня сегодня дебют, поэтому еще особо так это... Не в бульте. Вот, хотелось бы... Так, ну сразу же подплодь Юри все говорит. Не-не-не, не надо мне никаких твоих горелок, станов и так далее. Угра у нас развивается, конечно, намного интереснее, чем предыдущая катка. Первая карта была довольно односторонней. Сейчас вот вторая уже сильнее и сильнее. При этом все, мы видим то, что заход на Рошану производится. А Ластевича по-тихому, без типа палева. Но я думаю, все все прекрасно понимают, потому что все равно в таверне находится Йонт. Он ничего помочь не сможет. Ну и, как всегда, знаешь, как меня в твоей команде джем просто где-то там. Он, в принципе, и в предыдущей игре на Тренд Протекторе так же где-то бегал по лесам, где-то отдышевал линии. Ну и сейчас так же просто бегает по лесам, проставляет мины. Так, только понимает, что дело пахнет писюнами. И говорит мне, я пошел отсюда, получил немного по себе урона. Но его там джем ждет. Да, ну и, кстати, после этой драки я уверен, что Бо не будет кидать уми-слеша на Геракоптера, потому что там слишком много подсейва, там и Лотос, и Юл. Опять же, в трактарной сборке можно было собрать очень трофельное, типа, до кона с Этерел Боидом на Геракоптере и веселиться. Но вместо этого парни реально хотят выигрывать. И собираются по-серьезски. Да, он не попадает в фон, но опять же... Но под корыцой может все равно наваливать Йонтыч. Но понимает, что сноуболить эта ситуация была абсолютно не с руки, потому что можно было получить и по голове сверху. Падает еще одна нейтральная шмотка и выкидывает ее, и кто-то подберет из тиммейтов. Так, ну, в принципе, глобал есть 54 инты, 205 белого урона. Это, конечно, жесть. Очень много урона здесь у Йонта. И если Йонт будет накидывать с грамотной позиционки по своему сопернику, ну, не знаю, кто там будет выживать. Акс будет разваливаться тоже довольно быстро, если честно. Тут спрашивают, кто такой лесной бримастер. Лесной бримастер — это Йонт, стример, опять же, если что. Вот, ну и пока у нас по низу идет команда Рухаба. Возможно, есть планы на Т2 на нижней линии. Но пока мы с вами видим, что по товарам команда Бустера сломали Т1 снизу, Т1 на центре, ну и пока что Т1 на топе стоит. А вот все Т1 в вышке у команды Тайр сломан. Ну и с Аганемом уже там намного проще будет играть Йонт науто. Юля понимает прекрасно, как забираться на этом герое. Неплохо бы добавить демеджа, и в таком случае уже можно будет даже Акса пробивать по-человечески. Не только Фин Сайлансер будет стараться и выдавать здесь дамаг. Полноценный чилл, ожидание, пока Ягис закончится. Я так понимаю, он и со стороны Атим Бустера, потому что их ультимейты подразумевают, что они быстро вберсят одного оппонента. И если у противника имеется Эгис, то это сложнее. Кстати, Этериал таки собрал с Митяя. Но он, в принципе, и в той игре его собирал. В этой игре собрал, в принципе, Митяя. Это и есть Этериал. Так, да и появляется БКБ на Аксе. Это, конечно же, уже немного усложняет жизнь команде Бустера. Если все в тайминг будет нажиматься, то, в принципе, в фокусе не будет стоять от слова совсем. Вражеский Акс. Ну и здесь пока что Джем подминировал заход на хайграунд ближе к своему Т1. Заминировано также все вокруг Рошана. Поэтому, в любом случае, командор ХАП будет осветомленной. Джага, Юля не живет, походу. Сейчас руты пойдут еще. Нет, не крутится. Шарик голубой. Недовольный Юля своим перформансом. Ну, руты опять же. Просто это не первый фраг, ты знаешь, когда она спит. А почему-то нет саппортов рядом. Плейфьюри не диспелит руты. Она продолжает крутиться, но на одном месте, да? Да, да. Ты не упожешь, скорее всего, в большинстве случаев. Ну да. Тут главное то, что здесь Акс, которая сквозь БКБ идет. Глобал пошел, не очень понятно, зачем. Прям там, видимо, на миде кого-то забирают. Да, забирают у нас лон друида. Красиво, минус лост. Еще и заряженный палец, что очень круто. Тут прикол-то в том, что несколько героев очень круто скеймится. Мэйтфу. Опа, Майл залетает. Агрик сразу же тока в ответ. Плинка, ультимейт нажал. Очень больно Майлу. Майл погибнет здесь уже 100%. Но это первая его жизнь, здесь вторая жизнь. Главное, да, БКБшка тут рядом с Эллендсер. Ты встанешь. Его надо добивать. И он пытается бежать. А что-нибудь он не получит? По сейву нету. Хупы дать, хупы дать на своего тиммейта. Нет, нет, без вариантов. И таким образом уже тут, видимо, будет тимвай. Потому что останется догнать бустеренку. Бустеренку по спине. О, но фруктоза на ракете. Ракета, ракета. К сожалению, для бустера все-таки подорвет ему жопу. И тем временем еще и минус арбуз. Слэмданк в исполнении Майл Шторма. Да, иллюзии будут направлены сейчас по крипову, чтобы быстрее отпушивать линию. Да, ну и вроде как Командор Хаб готова заходить даже на сторону. В теории, в теории, да. Нет пока что Лондруида. Без него, конечно, зайти будет проблематично. Да, Акс, конечно, жирный. Армора много. Но урона по вышкам там немного. А вот, кстати, и появляется. Да, прилетает на Тарваланку. Сюда Мишка. Так, ой, как вовремя Лотусор. Был нажат ОЛЭшем. Это было действительно неплохо. Но он все равно здесь погибнет. И поинте там 940-а нет. Ну, это начинается уже осада. Как мы видим, в предыдущий раз она началась где-то примерно на 20-й минуте. Здесь на 32-й. Здесь ситуация уже 15 тысяч перефарма, что довольно много, как вы понимаете. Но при этом всем потенциал для камбэка у Team Booster есть. Очень-очень высокий за счет, опять же, Сайлансера на Йонзе. У него Аганим, у него Шард, у него очень-очень много дамаги с руки. Они могут смакануться, сейчас пойти что-то сделать. Хотя у них нет, он не слышал. И Кираса появляется теперь уже у Лондруида. Это вдвойне будет больнее. Команде Booster на самом деле, я даже не знаю, что сейчас придется собрать. Ну, во-первых, да, нужна грамотная инициация. Нужно, чтобы очень грамотно влетел Пока. Подсало все это дело раскрутить как-то. Йонт очень сильный. Но, опять же, да, как и в предыдущей карте, в соло ему будет выиграть тяжеловато. А можно, пожалуйста, переключиться на Боевл, на Джиггернаута, посмотреть, что там по шмоткам. Там, по идее, Монта и, наверное, Аганим должен быть. Ага, это Саша Яша, Аганим. Без Монты, но с моим Штормом. И собирается Скади. Скади на самом деле, ну, не знаю. Да, да, не самый мастхэв предмет, то есть нет героев, которые прям оверфилятся. Есть растил у себя через Лаундрейда, но взял Лаундрейд. То есть я бы не сказал просто, что сейчас это конкретно лучший выбор, потому что мне кажется, что лучше было бы покатить с колбашек. Тебе нужен дополнительный контроль сквозь БКБшку, и против Акса это супер важно. Потому что именно Акс является центральным здесь героем, который именно влетает и наносит почти весь лон. А Лаундрейд как-то что-то не участвует пока что сильно в драках, и как раз-таки Башик был бы шикарен. Абисал, возможно, не это, если взять то, что есть лотосорб, который очень вовремя нажимает у нас господин инмейт, а Кукетский не самый точный на планете Земля. В целом не страшно. И пока не очень удается у нас инициировать хорошо Бустеренкова друзьям, именно им нужно выдавать какие-то файты, потому что их противник перефармивает и контролирует большинство карты. Так что тебе нужно просто выбираться от этого хайграунда и, наконец-таки, идти и что-то делать. Иначе ты просто проиграешь. Так что времени ждет. Времени ждет, и оно не на стороне у Бустера. Им нужно двигаться, им нужно активничать. Иначе 12-салтовый лондруид на 102-й минуте — это то, что нас ждет, потому что два медаса, как вы понимаете, это дичайшая отрывка деньгам. По факту, кстати, 1010, наверное, из этих 17-ти — это всего АФК в тарелку, формящий лондруид с двумя медасами от ласта. Но там, не забывая, что еще и у Олээша. Вот. Тоже медаса. Да, ну, типа, да, но он умирает постоянно, поэтому он отворцы не так высоки, да, это суппорт, и он продается постоянно. Вот. Но лондруид, конечно, я не знаю, за что, за что лосс с нами такое делает. Формяя двумя медасами на лондруиде. Так, Акс взял в себя Липа. Это очень-очень важный артефакт здесь. Я думаю, что стоит даже вторую еще купить, потому что основной демэдж, который исходит от Тимбустера — это Сайлентер. Это Йон. И давайте, давайте дальше душить. Ну что, почему никто ничего не хочет делать? Все у Тиммейты есть. Можно нажать кнопки, можно повеселиться. Так. Оу, как бой на Поке. Раздеваршина, что называется, от Поке. И Поке живет, все в порядке с ним. Ну да, за счет того, что он, в принципе, плотненький, поэтому может себе позволить. Но там не так много мин было, буквально пару штук. Так, и здесь, ой-ой-ой, деда, деда поймали. Вы обидели деда. Бам, ну и тут Джен, так знаешь, немножко мстит этим уроном. Ну, Майл Шторм вообще ничего не боится, появляется еще и Алибарда. Не знаю, может, давно появился, но вроде как только что, да. Вот, ну посмотрим. Здесь, в принципе, уже, уже команда Рухап, сейчас только появится Огр, можно сразу же идти заходить на сторону. Это не команда Рухап, это команда потных мужиков, я этих людей не узнаю. Они обычно вроде веселые, знаешь, какие-то веселые, лайтовые. Все остальные пришли на шоу-матч и давай, вот набираем нормальных героев, фармим нереальное количество денег. После этого идем нормально, атакуем, что-то где, где инициатива, где жестокость, где вообще желание фана. Я не понимаю, что они тут вообще закрывают эту серию уверенности. Так, иус всех. Иус. Теперь мы знаем, как это, на самом деле, с латыни. Иус. Иус. Так, ну, есть время немного выдохнуть. Ласт говорит, боже, как у меня много тех. Как же весело. Класс, но нажимаем два медаса, так как количество удовольствия получаю, просто сижу, водичку припеваю. Я же своим огромен недоволен. И там слышно, кстати, хотя бы немного. Да, их слышно, там не нужно, отлично. Майл устал фармить на Аксе. Джим решил посмотреть пока что. Аниме пока. Анимешечку, да. Третья серия Атаки Титанов. В последнем сезоне. Так, а там подзарядка пошла. У меня раз в пять минут смерть. Ну, надеемся, что пауза будет недолгой. И мы вернемся к этому невероятному зрелищу. Ну, и пока что реплей посмотрим. Сколько там инты, интересно, уже у Сайленсера. Мне кажется, под полтинник точно. Что-то из разряда 46-48, может, даже и 50 уже. Но мы с вами видим, да, что несмотря на такую номинацию сначала этой игры в исполнении Сайленсера, все равно не получается Йонда, знаешь, прям вот вынести вперед ногами команду ХАП, потому что там уже, опять же, да, довольно толстый Майл Шторм, у которого есть и БКБ. У него есть Альбарды, которые в первую очередь будут накидываться именно на Сайленсера. Поэтому Салу нужно тоже БКБ. А, по-моему, у Йонда БКБ даже в стэше не стоит. Что самое грустное, потому что без БКБ действительно он здесь долго жить не будет. Ну, тут очень-очень важно, говорю, чтобы Джиггернаут взялся башер, потому что ему надо спасать Йонда от Акса. Даже если у Йонда будет БКБ, это не сильно изменит расслабил. Поэтому давайте попросим Юлечку, соберите башек, пожалуйста. Нам нужен башек и башек. Перетекающий в Абисал? Перетекающий просто... Просто в состояние... Глубинное погружение. Вот, потому что, ну, как бы, если ты бьешь пивайсик, ты всегда мудрее. И должен собирать грамотные сборки. Я говорю, я хочу тактику пяти догонов. Просто ходишь над эти Звездные войны, пив, пив, пив. Но пока команда Рухапа принимает решение пять мюдасов вместо пяти догонов. Возможно, чтобы потом купить пять догонов. Шарт купи на Джиггернауту, пишут на чате. Здорово, чат, как думал, у вас дела? Так, игра вроде как возобновляется. Так, и... Каков расклад сил? Пока очень спокойно. Никто ничего не хочет делать. Кстати, Нинджигиру можно отдать Поке. Чтобы он внезапно подкрадывался. Ну, или, например, Славе. Чтобы он внезапно подкрадывался из-под смоков. Она же эффект смока накладывает. Да, она накладывает на одного человека эффект смока. И он довольно долгий. Кроме этого, добавляет еще ловкости. В случае, естественно, с Тима Рухап. Я думаю, что здесь Нинджигир, ну, в целом, не то, что-то очень сильно нужен. На самом деле, с этим Нинджигир... Наверное, там, течки. Нинджигир? Да, течки. На самом деле, Лондруид же может тоже Медведев Нинджигир. То есть, смог кидать и просто идти вслепую, сплиткушить линии какие-нибудь. Почему бы и нет. Тем более, если есть там Аганим. Правда, не помню, есть там Аганим на Лондруиде или же нет. Ну ладно, этот момент пока не самый важный. Здесь Джем говорит, что, пацаны, сейчас будет Эксплоузив! Минус 1 на 3 по хп его славы. Не, Паджу реально пофиг обычно на течку, если у тебя игра, в которой много убийств. В этом случае, ну, много фрагов, в смысле. Ой, спелл Призма появляется. Но это, мне кажется, для течки прям вообще кайфец-кафец. Лучшая штука. Это уверен, что она у Рухаповцев? Да, её Эш выковырил где-то из леса. Так, ну и чё-то все реально фармят. Что-то, что происходит? БКБ-шка на гирокоптере. Напомню, что это гиро-4. Теперь уже гиро-3, потому что... Ну да, наверное, гиро-3 больше похоже на это. О-о-о-о! Джем! Ну, теперь все знают, что там стоят мины, очевидно. Да, если ты убиваешь течку внутри Рошпит, то это что это значит? Но соль-то в том, что тебе придётся зайти в Рошпит, чтобы сломать эти мины. Несмотря на то, что ты можешь поставить сэнтри. У тебя типа пайджик, например, там, или тайт с пайпом. Не пайпом, но будак, наверное. Так, и здесь лондроид. Вот о чём я и говорил, что нинджи гиро, допустим, тому же медведю. Ну, начинается грязь просто. Там аганим, я так понимаю, да? Да, да, да. Это можно просто плютпушить линии. Лост! Грязь. Он душит не только взглядом, но ещё и плейстайл. В это время. Парни проснулись, а где бараки? Ну, то есть я к тому, что вот можно разными способами выигрывать доту. Можно весёлыми, можно не очень. Но вот в случае с предыдущим, например, Кахли, да, парни из Рухап просто дожидались, когда трон упадёт при помощи бесконечной драки. Сейчас они берут аганим на лондроиде и такие, типа, как же будет весело, если мы возьмём аганим на лондроиде из-за спритпушен. Просто в крысу. Снимай в вышку. Так, минус дед. Динай. Динай в вышке. Ну, так это всё только для Эшел. Эшел говорит, парни, всё идеально. Но там сейчас инты вообще не останется в Эшел. Да не важно. Я тебе говорю, ему не надо даже нажимать кнопку, кроме одной, типа, в виде плод ласта на коня. Ну, смысле, на... На медведя. На медведя, да. На коня. Ну, это конь. Сейчас в Лёхе пчёлки не заиграл. Только мы с коней... Лёха любитель коней. Я рад за него. Когда-нибудь будет разводить, наверное, у себя на ферме. Будем смотреть стримы с пони. Так, ну что? Пытается Пока кому-то отбить пять, и это, видимо, Питюня летит в чат, дорогие друзья. Поэтому, будьте любезны, отбейте Поки также Питюню в чат. Поддержите. Кстати, вот ты просил Солар, он и появился у Тайтхантера. Ну и пока что долбит крипчиков. В чем, в принципе, и, наверное, основная часть игроков на сервере этим и занимается. Дайте скажу, тут все реально буквально ничего не делают, кроме как бьют крипов. Фруктокска бегает, девардит что-то, мины пытается разбивать. Круссой здесь чекает. Йонг, своих коферников просто. Мне кажется, да, вот реально. У нас перерыв. Мы просто перерыв сделали. Сплит пошел от Аксы, это, кстати, Blink на Инду. Аркейн Блин. Да, но, кстати, обычно же... Штука довольно своеобразная. Ну, она чуть быстрее позволяет кастовать, да, все это? Да, да, первый спейл, но в целом это не то, чтобы это настолько важно. Вот на СФ это вроде как мастхэп. Ну, довольно приятно, что-то. А Писал, вот это вот Аркейн Блинк. Так, влет на Леона. У Фруктокска опять же Индиск, поэтому она будет жить. Но, видимо, не долго. Мне кажется, пошел в ответ там Юул. Но это не умный слэш, это свифт флэш. Она как раз-таки выбила сейчас Юульчик из оппонента. Пошел глобал, сверху при этом всем фокус неплохой. По Йонду. Йонда жизнь отходит под боковышечку. Скоро закончится. Майл его сейчас может дожарить. Помощь, помощь, Йонду, пожалуйста. Он обманцует из последних сил. Пошел умный слэш. Гирокоптер, трога гиры, все-таки погиб. Помочь, помочь Йонду, пожалуйста. Хотя бы кто-нибудь придите. Какой же быстрый подгорелкой Акс. Ну, как ты скажешь, сейчас его еще и быстро можно замочить. Поку здесь всем не слэшем. Тем временем Бустер горячит, блядь. Потому что, ну, опять же. Ну, потому что, блядь. Ну, потому что, ну, умер на другом конце экрана. Вот. Ой, здесь Байолл сейчас руты еще словит. Ой, подгорелкой руты. До свидания. А там Дезолятор. Ну, еще и Акс влетает. Байолл погибает. Поку тоже отсюда не уйдет. Вот это Габелла для Поки. Подожди, 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 что значит не уйдет. Кудак нажать? То есть значит. Ну, да, есть байбэк, но целесообразность этого выкупа не имеет под собой почвы. Поэтому, скорее всего, потеряет полностью сейчас верхнюю сторону команда Бустера. Остался там один барак. Нужно крипов немножко подогнать под линию. Да, ну и здесь, конечно же, Монта. Здесь очень сильно не хватило Поки, конечно, в этом тимфайте. Он так, Равагу не отдал. Нужно было помочь, во-первых, Йонту. Потому что его отзонили максимально, когда тебя мейнкора, который наносит весь дэмэдж, по факту, зонит в соло Акс. В этом случае у вас драка точно пройдет очень-очень грустно. Потому что там дело не только в дэмэдж, но еще и в контроле. Верхняя линия тем временем полностью упала. Да и пускай упала. У нее и так не стояло. Тем временем 23 тысячи перефарм. У руховавцев. Показывает нам экспу, не знаю зачем. Но колду можно. В целом. Да. Очень спокойный рост. Так, ну и довольно скоро будет Хекс готов уже у Эша. Ну а в это время Рошана забирает лост. Есть лайфстил, поэтому довольно быстренько восстанавливает себе хп. Мишка танчит. В принципе, этот момент может перераспределять. Сначала урон на себя, потом на мишку. Отхилился и так по новой. Да, там уже, конечно, по шмоткам и Кираса, и Лотар, и Дезоль. И забыл, как называются вот эти шарды, а как они. Муншар. Муншар, да. То есть, действительно, атака спид высокий. Медведя. Ну и что? Пришающий файт. Чисто на рофлах играют у нас рухововцы. В этот раз не динает Аегу, а забирают для отечки. Так, пошел БКБ от инмейта. Он решил, что не стоит рисковать, просто нажал, отошел. Там у инмейта уже, по-моему, 8-секундное БКБ остается. У Йонда единственный раз оно было использовано, поэтому там 9 секунд. Типа ни Кири. В его случае количество времени на БКБ почти не влияет. Не тот герой, который должен стоять и стреляться. Он должен дать все свои спалы, забайтить на Омнислэш, отдать лотус на того, на ком будет Омнислэш. А Юльница, если на нем будет какой-то фокус, и все. И типа просто герой, который скорее маг. Йонд пишет, заходите раки, как будто в его команде течис. Я бы не был так уверен. Так, заход сейчас от густера. Омнислэш пошел на джема, но мы понимаем, что там Аегис. Поэтому это не особо эффективно. И без ультимейта на бейнкоре у нас будет продолжать тимбустер. Взошел Аксанас на Йонда. Йондыч пытается жить, надо сэвить Йонда всеми возможными способами, но у него только Юулл здесь форстаф уже в КТ. Хилингвард хоть немножко флангирует эту ситуацию. Хороший ультимейт от Бокки, но дэмэджа не хватает. Майл Строн уйдет. Таверну или нет? Нет! До последних сил! Там Мишка пьет! Боже, какая жесть! Ой, как он грызет, это жесть! Йонд после байбэка. Йонду погибать ни в коем случае нельзя. Погибает здесь Паджик, пошел дабл хилл от ласта. Полетел Мишка дальше здесь загрызать своего соперника, пока не получается. Нинжегир на себя завязал, взрывается у нас Байону! И добрались до Йонда! Йонды грызут гост на себя моментальный. Но это агры, это минус. И это без байбэка Йонда, у него нет права на существование, это ГГ. Найс. Сыграна, опять же, шикарный последний файт, очень-очень долгий. И опять же, попытка от Йонда байбэкнесса не уменьшалась. С успехом, мы понимаем, то, что вся его команда к этому моменту, когда он подключился к этой драке, была в таверне. Такое бывает. Немножко позноватый, на самом деле, Равага от Покки. Ее, как раз, и не хватило. У нас будет небольшая пауза, я так понимаю. За трасс. А что у нас ГГ не работает, да? Он, видимо, не работает. Но довольно быстро еще все равно, трон упадет. Как ни крути. Ну, 2-0. 2-0. Вопрос остается открытым по поводу того, в Best of 3 это или в Best of 5. Потому что если в Best of 3, то уже как бы все. Это победа команды Рухаба. Если в Best of 5, то в одной карте команды Рухаба будет от победы в рамках этого... Ну, я постесняюсь этого слова в шоу-матче. Потому что 100% в Best of 5, говорят. Вопрос другой, да. В том, сколько еще героев Лос найдешь, чтобы собрать двойной Мидас? Может, найдешь кто-нибудь, чтобы собрать двойной Мидас? Чтобы было максимально кайфово. Что-то выпьет. Это примерно я после каждой проигранной катки пишу, как я люблю своих соперников. Ну, у нас сейчас пауза будет, я так понимаю. Я думаю, что да. Я на самом деле проголодался очень сильно. Насколько? Ну, прям на очень сильно. На 10 из 10. Да, небольшая пауза, друзья, и вернемся к вам. Бегом мимо вышки, лас хит. Ничего страшного. Тау-тау-тау-тау. Тау-тау-тау-тау. Зато есть бонус. До 1500 фрибетов. Бэд бум, бэд бум. Бэд бум-бум-бум. Получи бонус. До 1500 фрибетов. По промокоду БУСТЕР. Бэд бум. Открой игру. Ну что, друзья, счет промежуточный или итоговый пока непонятно. Сейчас ждем Вячеслава, что он нам скажет, потому что на данный момент мы имеем счет 2-0. То есть, если это бэст оф 3, то, в принципе, Рухаб может праздновать победу и может отправляться в освоясь. А вот если это все-таки бэст оф 5, сразу следующее. Не хотят жалеть комментаторов. Да давай, чего нет. Я с удовольствием. Вячеслав, будьте добры, пожалуйста, микрофончик. Пиздеть много не буду, блядь. Сейчас мы их уносим. Ты можешь проанализировать собственный драфт собственной команды, которая будет пикать. Это секретный драфт. Секретный пул. Я полностью беру под свой контроль. Я даже никого не спрашиваю, блядь. Сразу на пике выбросить. Ну, кстати, хороший пул, да, залетел. Да, хороший хоккейн. Не, ну реально были же. Сочно. Спасибо, пацаны. После 3-0 что делаем? Ну, а что, как обычно, братик, по накатам и в хальяшку улетаем, блядь. Они закрыты или нет, я так и не понял. Свою локальную откроем сейчас, блядь. Хорошо. Уголек, нахуй, слышь, прибахнем в колаут, блядь, на улицу. Слав, если в двух словах буквально. Эта катка начиналась поинтереснее. То есть в этой катке не было такого дисбаланса с самого начала. Вы пытались дать бой, вы пытались, вот, видишь, там счет 3-3 начало, там 7-7 был у нас счет. Реально что-то получалось, да, прям? Реально что-то... Реально что-то... Реально что-то... Да, что-то получалось. Но в какой-то момент, как я понимаю, команда оппонента собрала один или несколько медасов. Почему они так вырвались по балду? Там 2 на Лондруиде, еще один на Агре, по-моему, 3 все. 3 медасов. Сложно было убивать этого Акса, какой-то бессмертный, я хуй его знает, как ему, блядь. Как вам медведь? Не ощутили особо, да. Вы знаете, но сильный тоже пиздец. Ну, в общем, начало было неплохое, Вячеслав, на самом-то деле. Вы старались, вы пытались, но вот чего-то вам не хватило. Мы сейчас третью фастовую запускаем. Фастовую сразу же? Прям лютую. То есть это последняя карта? Да. Нет, ну... Хорошо, а если счет будет 2-1, вы будете играть четвертую? Ну, получается. Если 2-2... То пятую. Вячеслав, за кого болеть сейчас? А? За кого болеть? За свою команду. Ой, за нашу. Ты видишь, ты пацанам за кого болеть? Просто нам, за кого болеть. Как вы с вами? К вам, бля, болеть, я не буду салюдить. Хорошо, Вячеслав. Да, конечно же. Проходите. Дмитрий, проходите. Микрофончик. Я пойду с командой, пока попривет. Да.